Здравствуйте! В рамках национального проекта образования в Брянской области состоялся региональный чемпионат профессионального мастерства профессионалы. Какова основная задача этого проекта и какие возможности это дает студентам, об этом поговорим здесь и сейчас. Сегодня гости нашей студии. Победитель регионального чемпионата профессионального мастерства профессионалы, студентка Брянского медико-социального техникума имени Академика Амосова Виктория Трифонова и ее наставник, преподаватель клинических дисциплин Елена Полякова. Елена Николаевна, Виктория, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, как проходил чемпионат в этом году и какая была к нему подготовка? В конце марта на базе Брянского медико-социального техникума имени Академика Николая Михайловича Амосова прошли соревнования по профессионалитету, по компетенции лечебная деятельность фельдшер. Соревновательных дней было три, каждый конкурсант находился на площадке 9 часов и за это время показали все свои знания, умения, навыки, практический опыт по лечебной деятельности, диагностической, медицинской реабилитации, профилактической работе и по оказанию экстренной медицинской помощи и неотложной помощи вне лечебной организации. Елена Николаевна, Вы выступаете наставником. Расскажите, как готовились? Ну, для того, чтобы был хороший результат и соревнования прошли на высоком профессиональном уровне, подготовка началась еще в январе месяце. Директором нашего техникума Пехова Вера Николаевна была создана рабочая группа, в состав которой входили администраторы техникума и преподаватели-наставники. Студенты готовились ежедневно, в любое свое свободное время. Помимо этого, была проведена большая работа по подготовке конкурсной документации, работа со статистами для того, чтобы участники могли почувствовать себя на площадках, ну, как в естественных условиях, на фельдшерско-акушерском пункте. Все площадки были оснащены в соответствии с нормативно-правовыми документами по оснащению фельдшерско-акушерских пунктов и выездных бригад станций скорой помощи. Предварительно участники прошли отборочный тур и уже победители, три человека, представляли наш техникум на чемпионате. Расскажите, какие были конкурсные задания и кто оценивал участников? Каждый модуль оценивался группой экспертов, в состав которой входили эксперты-наставники и индустриальные эксперты. Это фельдшера, которые работают на фельдшерско-акушерских пунктах и станциях скорой помощи. Конкурсные задания всегда бывают достаточно актуальны. В период ковида это были задания, связанные с эпидемией ковид-19. Сейчас, ну, в пример по модулю реабилитационная деятельность, участникам была предложена ситуация, в которой они должны были оказать помощь участнику СВО после лечения, выписавшемуся домой на реабилитацию. Помимо того, что участники продемонстрировали, как они принимают участника на фельдшерско-акушерском пункте, как оказывают неотложную помощь, обследование, они продемонстрировали еще умение коммуникативной работы и продемонстрировали знания о том, как правильно провести реабилитационную работу. Это очень обширный пласт знаний студентов. Сюда входит и умение правильно подобрать комплекс лечебной физкультуры, диета, терапия. Давали рекомендации по изменению образа жизни. Также они выявили наличие у статиста посттравматического стрессового расстройства и дали рекомендации по реабилитации. Вика, расскажи, ты впервые принимала участие в чемпионате и что тебе далось тяжелее всего? Да, я принимала участие в чемпионате в первый раз. Сложнее всего было побороть свой страх, собраться силами и показать высокий уровень. Я рада, что мне получилось это сделать. А как ты решилась, кто тебе предложил участвовать? Изначально меня на втором курсе заметила заместитель директора, это Зифа Рифовна Яковлева. И уже на третьем курсе, видимо, и старания, и умения предложила участвовать в данном конкурсе. Елена Николаевна, а расскажите еще о других участниках. Довольны вы результатом? Результатом мы, конечно, довольны. В этом году у нас тройка призеров, все студенты нашего учебного заведения. Третье место занял Константин Жигалов. На втором месте Зенькина София. Победителем стала Виктория. Вика, расскажи, на каком курсе ты учишься и почему ты выбрала именно это учебное заведение? Я учусь на третьем курсе. Здесь, в Брянском медико-социальном техникуме имени Амоса, училось много моих знакомых и друзей. Все мне говорили, что это прекрасное учебное заведение с отличными преподавателями, настоящими профессионалами. Также в техникуме хорошая материальная база и много практик, которая очень важна для будущих фельдшеров. Также очень интересная, насыщенная студенческая жизнь, и я уверена, что сделала правильный выбор. А почему выбрала именно профессию фельдшера? Фельдшер – это очень востребованная профессия, одна из самых значимых и ответственных медицинских специальностей. Именно фельдшер может оказывать неотложную помощь, обследовать пациента. При отсутствии врача он может его заменить. И с детства я увлекалась медициной. Именно на этой специальности решила оставить свой выбор. А как тебе удалось совместить учебу и подготовку к чемпионату? В основном подготавливалась в свое свободное время. Было сложновато, но было большое количество времени, и поэтому все получилось. И расскажи нам, что тебе дало участие в этом чемпионате? Изначально хотелось, конечно же, проверить свои силы. Уже по ходу подготовки я увеличила свои теоретические знания, научилась овладевать новыми манипуляциями, также научилась анализировать свою работу. На площадке, когда принимаешь участие и уже выступаешь, возникает ощущение реальной работы, что дает возможность почувствовать себя настоящим фельдшером. Участие мне дало огромный опыт и новые знания в медицине. Расскажи о заданиях, которые были предложены. Первый модуль – это был диагностическая деятельность. Во втором нужно было обследовать, и также назначить лечение пациента. Также была медицинская реабилитация участника СВО. Там тоже очень много было интересного, потому что можно было его обучить в разной лечебной физкультуре, приемам массажа. Неотложная помощь тоже была очень интересная, так как мы выезжали на дом к пациенту, у него развился анафилактический шок, и в экстренных быстрых условиях необходимо было оказать ему помощь. Но какой модуль тебе показался самым интересным? Мне показался самым интересным модуль Б – это лечебная деятельность, потому что именно в нем можно было показать все знания, обследовать пациента, оказать ему помощь, назначить лечение и проконсультировать по всем возникающим вопросам. Елена Николаевна, чемпионат профессионалы проходит на базе федерального проекта «Профессионалитет». Расскажите нашим телезрителям, какие задачи у этого проекта. Федеральная программа «Профессионалитет» предназначена для того, чтобы повысить образовательный уровень средних профессиональных образовательных организаций и повысить престиж получаемых студентами профессий. Наш техникум в 2023 году принял участие в федеральном проекте «Профессионалитет» и первым и единственным на данный момент выиграл грант этого федерального проекта. Теперь с 2024 по 2026 год этот проект будет реализовываться на базе нашего техникума. Проект очень такой глобальный, интересный, трудоемкий, поэтому для реализации проекта мы сотрудничаем с департаментом образования, здравоохранения, департаментом социальной политики, также с большим количеством профильных медицинских организаций областного центра, так как основа проекта — это профориентированность направления. Также нашими партнерами являются наши коллеги — это Брянский базовый медицинский колледж и Новозыпковский медицинский колледж. А что было сделано в рамках этого федерального проекта в техникуме? Основная наша задача — это привлечь выпускников школ и их родителей, показать им, что обучение в нашем техникуме является интересным, профессиональным, востребованным, и по итогам образования они смогут устроиться в любую медицинскую организацию Брянской области, демонстрируя свои знания, высокий уровень саморазвития, что как следствие будет приводить к карьерному росту, но и, наверное, к финансовой независимости молодых людей. В рамках этого проекта осуществляется работа в трех больших направлениях. Первое направление — это создание шести основных зон новых в нашем техникуме. Это организационно-аналитическая зона, зона акушерства и гинекологии, профессионального ухода за пациентом, лечебно-диагностическая и профилактическая зона. Все они будут оснащены современным оборудованием, которое востребовано в нашем здравоохранении и которым оснащены лечебные организации. Это поможет студентам, придя на практику и на работу в лечебную организацию, уже быть готовыми специалистами и свободно владеть теми или иными технологиями. Помимо этого, проходит большая работа по повышению квалификации педагогических кадров. Мы проходим курсы повышения квалификации выездные в тех учебных заведениях, которые уже работают по программе профессионалитета и могут поделиться с нами своими работами и опытом. Большое значение уделяется популяризации среднего профессионального образования. Эта работа в нашем техникуме уже давно вышла за пределы обычного дня открытых дверей. Регулярно проходят мастер-классы, квесты, какие-то игры, школы выходного дня, куда мы приглашаем учеников с 6 по 11 класс. И они могут попробовать себя в освоении каких-то простых медицинских услуг. Они могут сделать инъекцию, наложить повязку, освоить сердечно-легочную реанимацию на простом уровне. Это повышает их интерес, но и, конечно же, мотивирует к поступлению в наше учебное заведение. Елена Николаевна, а это любой желающий может принять участие в таком выходном дне? Да, школы дают заявки в техникум, обозначают количество желающих посетить нас. Мы готовим мероприятие. Это достаточно востребованная работа. На данный момент с 6 по 11 класс мы уже провели работу с более чем 9 тысячами школьников. Вика, но для тебя чемпионат на этом не заканчивается. Дальше следующий этап. Когда и где он состоится? Так как я стала победителем регионального этапа, я буду принимать участие в межрегиональном конкурсе, который будет проходить в городе Бирск, это Башкирия, скорее всего, в июне месяце. Расскажи, что для тебя значит быть профессионалом? Быть для меня профессионалом значит заниматься любимым делом и владеть им в совершенстве, быть хорошо подготовленным специалистом, иметь высокую квалификацию, постоянно работать над собой, посвятить профессии всю жизнь. Елена Николаевна, студенты техникума имени Амосова наверняка неоднократно были победителями различных соревнований. Расскажите, а как им это помогло в трудоустройстве? Да, конечно, наши студенты регулярно побеждают на различных конкурсах, соревнованиях, но востребованы в трудоустройстве не только они. Мы регулярно отслеживаем трудоустройство наших выпускников. В этой направлении работает заместитель директора по практическому обучению. В течение нескольких лет отслеживаются движения трудовых кадров. И можно сказать, что наши студенты востребованы не только в лечебных учреждениях Брянской области, но и далеко за ее пределами. Процент очень высокий. Вика, поделись с нами своими планами на будущее. Чего бы ты хотела? После окончания данного учебного заведения мне бы хотелось, конечно, поступить в высшее учебное заведение, получить профессию врач. Мне очень нравится педиатрия, лечить детей. Либо же, наверное, кардиолог. Тоже очень интересное направление в данной специализации. Елена Николаевна, а что вы пожелаете будущим студентам-медикам? Конечно, во-первых, нужно любить свою профессию. Чтобы добиться с ней хороших результатов, нужно много трудиться. Поэтому хочется видеть в стенах медицинского техникума имени Амосова интересных, веселых, заинтересованных в своей профессии и любознательных, потливых студентов. Ну, а я желаю вам успехов во всем. Вика, тебе поступить, куда ты мечтаешь. Елена Николаевна, а вам успехов в воспитании подрастающего поколения. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.